Когда я вырасту, я тоже буду беременна Самое время сделать вот так Опытная мама, можно сказать, прокормила 2,5 года ребенка Она сказала, я буду спать с вами Мне кажется, мы вообще ничего не будем покупать Но нет, это не так Малышок просто Обязательный набор того, кто снимает видео на Бали Прямо на улице Салфетки для лица, чтобы протирать пот Потому что жарко Жарко даже в 6 вечера И, конечно же, вода для восполнения жидкости Которую я буду терять Но зато красиво Привет, красотка Я вещаю с потрясающего острова Бали Солнечного, жаркого, фантастического, многогранного Знаете, что произошло? Я поняла, что я здесь снимаю каждый день Очень, очень много контента Для инстаграма, для телеграма Для влога, для огромного выпуска Большущего мини-фильма Отсюда Но я давно не выходила с вами на связь Просто вот так поболтать Просто ответить на ваши вопросы Между прочим, прямо сейчас У меня на интереснейший период Второй триместр беременности А я не сняла видео ни про первый триместр Ни про второй От того, что ощущение есть, что я снимаю Добрый день И вчера мы заехали на свою виллу Мы сейчас находимся в Убуде Мы уже сменили три точки проживания На Бали за месяц И еще у нас одна впереди Сейчас мы впервые за все это время живем на вилле Она потрясающая Здесь потрясающий каждый уголок И, наверное, это меня вдохновило на то, чтобы сесть вот так просто на диванчике с вами Поболтать И поотвечать на ваши вопросы У нас есть повод, кстати У меня экватор беременности Это значит, что ровно 20 недель позади И ровно 20 недель впереди Такое интересное время, интересный период Казалось бы, уже вот так долго я знаю, что я беременна Но как будто очень быстро прошло это время И самое главное, что вот так вот пройдет остальная половина Я попросила вас задавать вопросы в запрещенной социальной сети Часто задаваемый мне вопрос Не только даже под этим постом А вообще в целом Чем-то отличаются ли беременности Беременность с Евой И беременность сейчас с малышкой Хочу сказать, что очень жарко Я, наверное, сделаю хвост нормально, хорошо Там какой-то огромной разницы я не чувствую То есть, например, если бы у меня с Евой был жуткий токсикоз А сейчас его не было Да, я понимаю Но в общем и целом Примерно одинаково Одинаково легко переносится беременность Одинаково не было токсикоза ни с Евой Ни в этот раз По каким-то толчкам Кстати, она уже пинается Она пинается очень уже давно, между прочим Точнее, я ощутила пиночки довольно-таки рано На 16-й 15-й с копейкой даже, по-моему, неделя Я бы не сказала, это пинки Это шевеление Это просто как будто рыбка проплыла И ты понимаешь, что это точно не газы Это что-то другое То есть, это вообще из другой части живота Девочки, там закат происходит, закат У нас видео на закате Предпочтение в еде, в питании У меня тоже никакое сейчас нет И с Евой не было Короче, как-то скучно довольно-таки Но, боже мой, какое-то насекомое Это минус вилы Единственное, что с Евой у меня никогда не было ощущения Что я четко хочу что-то поесть Представляю какую-то еду, не хочу Эту еду, не хочу А хочу четко вот это Вот в этот раз у меня есть такие ощущения, чувства Но не каждый, конечно, прием пищи Если бы каждый прием пищи, мы бы сошли с ума Вопрос про ГВ Ничего себе, вы как-то на будущее прямо Это знаете, как мне сейчас спрашивают Куда вы его в школу отдадите? Еве 3,8 3,9 Сегодня исполнилось Вопрос про ГВ Моя мама до 40 дней кормила грудью Но потом внезапно пропало молоко Расскажи, пожалуйста, свои способы не потерять молоко Я не хочу быть душнилой сейчас, конечно же Ну, короче, пропасть молоко Вот прям пропасть Ну, не может Есть, должна сказать Есть очень маленький процент То ли там 0,0 какой-то процент То ли 3% всех женщин, которые действительно не могут кормить физиологически Чаще всего Это проблемы именно с прикладыванием Я не хочу сейчас уделять этому какую-то часть большую видео Да, просто хочу порекомендовать женщинам наперед Особенно тем, у кого вот есть такой страх Что у меня там пропадет молоко Я хочу кормить грудью Что не может у вас пропасть молоко Если вы будете грамотно прикладывать ребеночка Для этого вам нужен консультант по грудному вскармливанию Вот желательно вообще всем На всякий случай я тоже обязательно возьму одну консультацию Хотя я как бы уже опытная мама, можно сказать Прокормила 2,5 года ребенка Но просто вспомнить, просто какие-то воспоминания освежить надо Это обязательно вообще человек, который развеет ваши мифы Объяснит просто на словах, что такое спрос-предложение Потому что очень часто те, у кого пропало молоко Это те, кто просто кормил по часам, например То есть если ты кормишь ребенка не тогда, когда он хочет А тогда, когда надо Врач сказал Ну и там это каждый по-своему решает Я не буду никого переубеждать сейчас Но в общем и целом сам какие-то свои рамки встраиваешь Ночью не даешь кормить Отдельно спишь от ребенка Пустышка, например, у малыша Вот эти факторы, они могут влиять очень сильно на то Будет ли у мамы молоко У меня не было проблем с молоком И никаких, боже мой, лайфхаков, конечно же, я не использовала Просто кормила ребенка по требованию Она брала столько, сколько нужно Моя грудь понимала Окей, у нас едят столько Вырабатываем еще И так до бесконечности Девочки, я находясь здесь два месяца, конечно же, не смогла не прибегнуть к поиску хороших мастеров по оформлению бровей, по маникюру и других бьюти процедур И знаете, это тот момент, когда начинаешь ценить еще сильнее, когда потеряешь Потому что я убеждена, что лучше наших русских мастеров не делает никто И как было бы здорово, если бы сервис Авито работал и на Бали Ведь на Авито огромный выбор услуг для красоты и здоровья Можно легко найти и заказать любого мастера в своем районе Или даже вызвать его на дом Выбрать мастера можно по фото его работ, рейтингу и отзывам от других клиентов Как по мне, это самое важное, я лично всегда смотрю на отзывы А цены на различные услуги указаны в формате прайс-листов Здорово, что у Авито большая география и можно мастеров найти по всей России Я просто делюсь, что в наше время, в прекрасное время, в которое мы живем Можно заказать стрижку, маникюр прямо на дом, как продукты Заказать себе домой, представляете? В общем, я оставляю ссылку на Авито в описании и перехожу к нашим с вами ответам на вопросы Как вы, имея опыт замерзшей беременности за спиной, не испугались лететь так далеко от дома и надолго? Интересно, тут связаны эти два вопроса Вот в этом вопросе, знаете, наглядно показано, как нерациональное иногда наше мышление Когда что-то происходит из ряда вон выходящее Ну, то есть, по статистике, не совсем уж суперчастое И мы потом это не делаем никогда, например Я понимаю, что до сих пор есть какие-то риски, у всех есть риски И есть риски, на самом деле, умереть от сосульки, упавшей с крыши на Урале Вообще не редкая история Или попасть даже просто в автокатастрофу, еди на машине Я не знаю, что на это сказать Я пытаюсь рационально смотреть на ситуацию Если в нашей жизни произошел такой опыт, я не думаю теперь, что меня надо от всего оградить И, кстати, произошло это не потому, что я где-то себя не берегла Такая своего рода природная чистка, как бы это грубо не звучало и как бы печально это ни было Это естественный отбор Мой организм, природа решила, что малыш не родится, потому что будет хуже, если он родится Ну, условно говоря, он не справится, чего-то ему не хватает для нормальной жизнедеятельности в этом мире И я полностью в доверии с этим От этого я не должна быть более иррациональной, как я считаю И вообще там теперь пылинки себя сдувать, никуда ничего не пробовать Для меня путешествие это невероятная подпитка новой энергии, новой эмоции И самое главное, кстати, еще меньше мысли о том, что что-то вообще может быть не так Потому что очень часто беременные загоняются по каким-то штукам Как и в целом многие люди, но у беременных это может быть обострено Часто потому, что у них больше времени на это У меня нет на это времени вообще То есть у нас каждый день что-то как-то там Я в контакте с малышкой просто такая Вот я беременна, осознала, почувствовала пиночки И дальше мы что-то делаем, дальше куда-то едем, что-то смотрим Мне так нравится больше жить, ярче эмоции проживать Кого Ева хотела больше, сестренку или братика? Как она отнеслась к вашему положению? Есть ли признаки ревности с ее стороны? Аж три вопроса Скажу так, был один вопрос, был один разговор с нашей стороны Когда мы ей сказали, что мы ждем малыша Я просто говорю, Ева, как ты думаешь, кто там, братик или сестренка? Она сказала, братик Все, мы не спрашивали, специально не задавали вопросов вообще, кого ты больше хочешь В целом, ну, немного неправильный, наверное, вопрос Потому что это не блюдо в ресторане, где такой Доченька, кашу или омлетик Поэтому мы даже не давали возможности как будто, ну, выбрать Потому что ее действительно нет И даже не показывали свою заинтересованность в этом Потому что нам тоже действительно без разницы Мальчик это или девочка, кто родится Но, так как она предположила, что братик Вот у нее просто это отложилось, да, что там брать Когда мы вытягивали эту ленту, она говорит, хочу синюю Но она знает, что синяя это означает, будет брать Но как только мы сказали, что, о, розовая, значит, будет девочка Сказали ей там пару слов о том, что это сестренка Это значит, у нас будет маленькая еще одна девочка А как мы ее назовем? Вот как только мы начали вот эти вот моменты проговаривать Она сразу такая, девочка, у меня будет сестренка И сейчас она ее уже ждет Нет никакого расстройства Так отнеслась к положению Очень, очень трогательно Очень с любовью Часто подходит, часто целует животик Говорит, что мы ждем малышку Спрашивает о том, как будет, что будет Мы ей рассказываем, что первое время с ней будет не очень интересно То есть с ней сразу же ты не сможешь там играть Она будет много спать, кушать молочко Иногда будет, может быть, плакать Ей будет что-то не нравиться Мы будем помогать ей в этом мире адаптироваться Показываю ей фотографии и видео с ее периода рождения Вот когда она была совсем маленькой У нее просыпается такая любовь, такая вот трепетность, что ли Даже уже материнская, я бы сказала, чувство Потому что когда мы говорим об этом Если мы долго об этом говорим Она говорит, а когда я вырасту, я тоже буду беременна А у меня тоже будет малыш То есть она видит меня беременна Она видит, что животик растет Что когда-то мы встретимся с малышкой И уже тоже зачатки ее готовности материнства Сейчас вот я вижу Советы тем, кто первый раз рожает Изучите гипнороды Научитесь ловить контакт с своим телом Научитесь дышать Научитесь расслаблять тело Части тела Направлять свое дыхание в разные области тела Это очень полезный навык для самих родов Когда все, что происходит вокруг, тебе только мешает И часто женщина, которая ни разу не медитировала Или не дышала просто с погружением в себя Очень много в голове она, в общем, живет Иногда бывает сложновато Не иногда, окей Часто бывает сложновато Потому что это тот процесс, когда тебе нужно полностью погрузиться в тело, в его ощущения А не думать, да, сейчас о том, что происходит И не включать там рациональный мозг То есть это максимально наши гормоны Вырубает нужные гормоны, которые позволяют раскрыться Шейки матки, которые позволяют тебе расслабиться И лучше протолкнуть малыша И включить нужные обезболы гормоны Которые сам организм и так хочет подключить Потому что процесс этот очень древний И тело наше знает, что делать Обязательно изучите с вами, что вообще происходит в процессе родов То есть какие роды имеют этапы Потому что мне сейчас это, да, очевидно Для тех, кто рожал, тоже это очевидно А для тех, кто никогда не рожал И только, например, про роды знает из фильмов Можно подумать, что роды это когда Начинается! И через 15 минут ты вот так Но нет, это не так Какие есть периоды? И что их не только два Схватки и потуги Что еще есть рождение плаценты Это считается отдельным вообще этапом Не сказать, что это самое сложное из родов Но всякое бывает Поэтому просто важно знать, что с тобой происходит Если есть такая возможность То выбрать врача и акушерку И заранее с ними проговорить план родов Я не имею в виду, что типа Смотрите, 15-15 мы делаем это Я имею в виду то, как вы вообще относитесь к родам То есть рассказать им, как вам хотелось бы Понятно, что в процессе родов Тоже будут приняты разные решения Вы будете идти по течению Слушать ваш организм Врачи будут тоже смотреть на вас и на ситуацию И подстраиваться друг под друга Но идеально, да, знать А что вообще для вас роды И какими вы их видите Для самой себя понимать Хотели бы вы вообще стимуляцию Узнать, какие виды стимуляции есть Подумать о том, с кем вы хотели бы вообще в родах быть Может быть, это муж Может быть, это ни в коем случае не муж А, например, Доула Ой, мне кажется, об этом можно вообще снять отдельное видео И может быть, перед родами я это сделаю Ну или там, ближе к третьему триместру Просто это действительно такая глубокая, важная тема Прям, боже мой, как красиво Закат расходится розовыми красками Я вам сфотографирую, потом вставлю на монтаже Конечно, села я снимать чутка поздновато Я просто ждала, пока проснется Ева Она очень долго сегодня после дневного сна вставала Точнее, вообще не могла встать И я ждала, пока они просто уйдут с мамой Они ушли в игровую Самое время сделать вот так Вот даже сейчас, казалось бы, солнце вообще ушло уже давно Но просто в воздухе еще вот есть духота Хотя мы в убуде А в убуде не чувствуется так сильно Жара, как везде Здесь, правда, чувствуется полегче Ладно, давайте на вопросы другие буду отвечать еще А, кстати, я про ревность не ответила В том вопросе с Евой Я сломала эту штуку На кусочки просто И уже комары начинают летать Ну все, начинается, начинается Это на самом деле важная очень тема Очень-очень важная тема Я максимально стараюсь осторожно Уже к некоторым вопросам сейчас подходить Потому что, например, в контексте совместного сна Я планирую с малышкой спать Так же, как с Евой До определенного возраста вместе У нас проблем, например, со сном вообще никогда не было Никогда Ева идеально спала Конечно же, она брала грудь ночью И поэтому, наверное, она идеально спала Но и я идеально спала И вообще, это был потрясающий Какой-то естественный и совместный тандем У нас не было бессонных ночей вообще И суть в том, что Когда я начинаю сейчас Еве рассказывать О том, что малышка будет спать со мной И она тоже начинает Я тоже буду спать рядом с вами Суть в том, что у Евы есть своя комната У нас в Екатеринбурге Вы видели рум-тур, вы знаете Но, например, живя здесь На вилле Или живя до этого в отелях Понятно, что мы не смогли бы снимать Еве отдельный номер Чтобы она там, типа, имела свою комнату То есть она уже привыкла спать с нами Вот за это путешествие даже Мы берем обычно детскую кроватку У отеля И приставляем ее рядом с нами Чтобы у нас было одно большое такое ложе Никто там не падал, ничего И я Еву могу просто вот так за пальчик держать Перед сном погладить ее И все, потом мы спокойно спим И вот когда я сказала Еве, что у тебя отдельная комната Она такая классная, двухэтажная кроватка Она сказала, я буду спать с вами И вот в этот момент Смотрите, как по-разному можно преподнести информацию Можно сказать Ева, ну малышка маленькая Ей нужнее Ты уже большая Вот эти слова Чисто до свидания Нет, просто нет Они максимально уже развивают конкуренцию С братом или сестрой То есть со следующим ребенком С младшим И прям это надо вот пресекать Ну я так решила для себя В своих каких-то убеждениях Потому что я иногда это могла вот так подумать Да, типа, ну это же логично Нифига не логично для нее Я подошла с другой стороны С той, что это просто будет ей не очень комфортно Потому что малышка будет плакать Мы будем ей менять подгузник А у нее в кроватке тишина Спокойно Она может выспаться И это уже не звучит так Типа, ты большая, да? Вот поэтому ты спишь отдельно Обязательно после рождения Несмотря на то, что я понимаю прекрасно Что перекос будет первое время В сторону малыша Просто потому что это физически Кормление, постоянное переодевание Постоянные там вот эти вот процессы Я ни в коем случае не буду делать Из Евы помощницу там Или старшую сестру Которая посидит там, успокоит Или принесет лишний раз какую-то пеленку То есть я могу у нее, конечно, что-то попросить Но не из разряда Ты должна, потому что ты старше Интересненький вопрос Мне кажется, как раз напоследок Действительно под закат уже этого видео Что точно не будете покупать для второй дочки Исходя из опыта покупок Еве А что попробуете купить Из того, что Еве не покупали Например, соска, шезлонг и так далее Пустышку, кстати, не было ее ни у Евы Ни, я думаю, сейчас, предполагаю Не будет у еще одной дочки Я не знаю, просто мы пока с именем не определились Поэтому я пока говорю Малышок просто У нас есть два имени Которые лидируют И пока непонятно Я думаю, что мы точно приобретем кокон Потому что о коконе говорят все И начали говорить примерно тогда, когда Еве стукнуло Месяцев 4-5 Когда уже кокон не нужен То есть кокон нужен до 2-3 месяцев Но до 2-3 месяцев это суперудобная вещь Насколько я слышала по отзывам мамочек И что это физиологичная вещь То есть это не просто удобно Это ему еще и комфортно, хорошо И переносится из одной комнаты в другую легко То есть ребенок не на руках И не в какой-то там люлике, которую нужно придумывать, создавать Это вот кокон Его очень удобно со собой носить по квартире Где бы ты ни находился И мне кажется, прям классная вещь Мне кажется, нам с Евой такого прям не хватало Что точно не будем покупать Мне кажется, мы вообще ничего не будем покупать Потому что все есть Но мы точно купим коляску Потому что у нашей коляски той, несмотря на то, что она классная У нее сломан прогулочный блок Как бы люлька там хорошая, вот эта до 6 месяцев И шасси хорошая А прогулочный блок сломан У нас все есть реально Пеленальный столик есть Все пеленки Я не помню, со скольки месяцев Вот видите, надо обновлять уже информацию С 3 месяцев или с 6 Уже ребенок на пол выходит Ну в смысле, чтобы он ползать учился По-моему, с 3-4, да? А для этого нужен просто коврик Коврик у нас есть Такое, знаете, чтобы сцепление у него было хорошее С малышом Точнее, с ножками малыша Начинает кусать Живодеры! Стерилизатор Бутылочек Вот Вот это, по-моему, это была самая ненужная вещь Мы ее никогда не использовали Конечно, мы их не стерилизовали там после каждого раза И вообще все это устройство мы даже не доставали Но мне прислали, надо сказать, ее по бартеру Это просто была рассылка И даже я ее не просила доставлять Вот В целом я скажу, что мы довольно-таки не фанатично подошли к покупкам для Евы Несмотря на то, что это первый ребенок И можно было бы взять все самое ненужное Мне сейчас кажется, что на мне все сидят Потому что темно и я не вижу так хорошо Знаете, это включается куриная слепота Когда у тебя зрение и так плохое Несмотря на то, что ты в линзах Когда темнеет, оно вообще становится никаким Красотки, я вас приглашаю в свои соцсети Там я сейчас намного более активна, чем здесь И много всего интересного происходит Я делюсь каждый день тем, куда мы ездим Что мы делаем, что смотрим Камера просто уже такая щук-щук-щук-щук Ну а я вас благодарю за ваши вопросы За вашу активность Обнимаю, целую, посылаю лучи Тепло Пока Пока Пока